Ну что, друзья, сегодня на повестке дня обзорчик сочнейший хлебобулочных изделий, а именно всё семейство, практически всё семейство ватрушек этих сочных, сладеньких, маленьких, прекрасных булочек. Любой, короче, человек, который в вейпинге дольше двух минут знает, что такое ватрушка, как она выглядит, а человек, который дольше пяти минут в вейпинге, точно знает, какова ватрушка на вкус. А если человек десять минут побыл в вейпинге и заглянул хотя бы в одну барахолку своего города, в локальную, то на него просто мешок ватрушек обычно вываливается. Вот они все там представлены. Почему? Не потому что девайс плохой, а потому что девайс ходовой. Один из самых ходовых и любимых многими. Сегодня на повестке дня самая дорого-богато стильная версия ватрушечки. Это V-Mate E Infinite. Не infinite, непонятно какая. И, короче говоря, вот такая вот тяжёлая, стилёвая, новая расцветочка лимитированная с колпачком, крышечкой. О всех плюсах и минусах супербыстро и максимально неподробно расскажу. Значит, кто не знал, вдруг такие всё-таки существуют. Есть несколько реинкарнаций ватрушки всеми любимой. Это без экрана малютка, это с экраном и кнопочкой, это вот дорого-богато. И ватрушка Pro будет на обзоре совсем скоро. Вот, но сегодня не про неё. Значит, Vupu V-Mate E. Пластик. Это пластик, он стилизован под мрамор, есть варианты под кожу, есть варианты под дерево, чего только нет. Красочка, регулировка обдува, световая индикация. Не пугайтесь, это не сгоревший картридж, это табачка. Четыре светодиодика, они же показывают затяжку, да, насколько она долгая, и они же показывают, насколько разряжен-заряжен аккумулятор. Вот, соответственно, на зарядке то же самое, они также мигают. Основная фишка этого девайса, когда Vupu его анонсировали, это был, конечно же, колпачок. Благодаря этому колпачку, господи, вся шелуха семечек из вашего кармана не будет попадать в картридж на самом деле. Нет, конечно. Вот, но они свято божились, что это защитит картридж от пыли, грязи, микро вот этих всех, значит, микробов и прочего остального. Что, для чего это нужно, чтобы внутри не развивалась новая жизнь, без нашего, естественно, ведома, и картридж, ну, сам испаритель, жил дольше. Вот, живет он и так не кисло, до месяца практически. Это касается новых, обновленных. Старых вы, наверное, уже не найдете. Вот они, обновленные картриджи на V-Mate 0.7. И, ну, бывают еще такие. Они тоже новые, но старая упаковочка просто. И 1.2 Ома. Два вида сопротивления у нас представлены. Мы о них чуть позже поговорим. Сначала про... Блин, ну, это стильно. Это просто стильно, и это очень удобно. Колпачок теряется примерно на следующий же день. У меня через неделю он упал на бетон или на что-то такое. И, как вы можете видеть, заднее покрытие нещадно просто царапается, потому что я ношу с ключами его и мелочью, не берегу совсем. Вот коцки об бетон, вот коцка об бетон. И, конечно же, автофокус, и, конечно же, отломался крепеж у крышечки. Он и так, и так был абсолютно некрепким, но, ну, более или менее он держится. Вот, ну, я так ношу и так пользуюсь. Мне комфортно, в принципе. Регулировка затяжки. Она очень полезная. Я сейчас расскажу, почему. Это в корне меняет вообще восприятие от девайса и от картриджей, потому что не здесь, не здесь. У нас ее нет, она есть только здесь и в Pro-версии, о которой, опять же, не сегодня. Почему-то бытовало мнение... Автофокус. Почему-то бытовало мнение, что основной мейн-картридж на ватрушку – это 0.7. Много пара, много вкуса, свободная большая дырка, да, отверстие технологическое. В испарителе. Это совершенно не так. Я узнал именно вот на этом девайсе. Почему? Потому что 1.2 конденсат. Вы видите конденсат, да, картриджи страдают, но не текут. Они страдают немножечко конденсатиком. Это совершенно не важно, не критично. Любой девайс надо обслуживать и протирать салфеточкой. Хотя бы там раз в пару дней. Картридж на 1.2 при полностью закрытом обдуве показывает вкус на этом конкретно девайсе гораздо лучше и насыщеннее, чем 0.7-й картридж. Почему так происходит – непонятно. В теории, возможно, из-за того, что здесь в прошке можно выставить мощность, здесь нельзя выставить мощность, поэтому там вкуснее 0.7-й. Но именно на этой конкретной модели 0.7-й картридж мне не понравился. Я протестил их два, думаю, из коробки вообще невкусный, типа, ну, заводской, туда-сюда, возможно, брак. Купил новый, потестил. 0.7-й вкусен. Надо понимать, что он вкусен достаточно. Но когда я вставил 1.2, который все хейтили, и их вообще не было в продаже, и все говорили, да, боже мой, да что это такое вообще, нам это не надо. Там нет ни навала, ничего, ни вкуса. Оказалось, что здесь и концентрирование, и вкуснее. Расписывать что-то еще вообще не вижу смысла. Царапается, облезает. Вот этот весь контур светится ночью из-за диодиков. Это очень прикольно, очень красиво. Но сейчас при свете дня, условно, при освещении, я не могу вам это показать. Делаем затяжечку. Царскую. Очень вкусно. Очень вкусно. Причем вкусно и на фруктах, и на фруктах сладеньких, и на сладкой табачке. На классической табачке, ну, такое, типа, туда-сюда. Сладкие фрукты, сладкая выпечка, еще тут тоже как-то вот, ну, серединка наполовинку. Ягоды, фрукты, сложные миксы, и сладкая табачка, 1,2 картридж. Боже мой, да попробуйте просто, и просто сравните. Смотрите, при полностью закрытом обдуве, это топ. Опять же, тут надо сказать, что вупу, скорее всего, немножечко обманывают, и никакого 1,2 сопротивления фактического здесь нет, потому что даже при полностью закрытом обдуве он очень свободный. Он чуть туже, чем, допустим, 0,8 какие-то, но до реального 1,2 сопротивления, до тугости затяжки на 1,2 он не дотягивает, конечно же. Еще разочек. Ну, это вкусно. Это очень вкусно. В двух словах, брать или не брать, или подождать про-версию. Ну, во-первых, стоит подождать мой обзор на про-версию, он будет совсем скоро. Видосы выходят каждый четверг. Подписывайся, лайкай, заходи, если ты хочешь у меня что-то спросить в телегу, где купить такую красоту или любую такую красоту, я тебе не могу сказать. Но в комментариях обычно добрые люди оставляют ссылочки всякие интересные, стоит там посмотреть. Резюме по ватрушке. И, блин, это устройство не нуждается в ни в каких хвалебных отзывах. Все, еще раз повторюсь, знают, насколько это кайфно. Все знают, насколько это удобно. А теперь это еще и стильно, очень. Это тяжелый металлический брусочек, классный в руке. Ну, крышка для... Если ты ротыка, если ты рукожоп, да, конечно, как я, крышка, все улетит, все поцарапается, все побьется. Если ты аккуратный чел, ровный, все, все дела, девасть тебя будет радовать гарантированно. Все, не смею задерживать. Спасибо, что послушал, посмотрел. Приходи еще. Спасибо.